кто-нибудь знает как здесь вода спускается просто опупиваю зампред совета безопасности рф дмитрий медведев назвал бедность главной проблемой россии и вспоминается мне тут его замечательная фраза денег нет но вы там держитесь сказано им крымским пенсионерам добавлю сейчас до сих пор большая часть народа населения обманутого полуострова верит в путина между тем власть планирует объединить фонд социального страхования с пенсионным фондом россии в одну организацию кручу-верчу чего-то там хочу правда здравствуйте друзья с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии загляните в описании этого видео чтобы поддержать мой труд вашего независимого журналиста обозревателя вашего вестника действительно тружусь сам по себе и мне совсем это все дается непросто потому что я смотрю на всю эту гниль которая происходит и у меня крыша просто едет они взяли создали пенсионный фонд россии эта организация забирает автоматически из всех доходов из всех зарплат отовсюду у людей деньги на пенсию и люди не ропщут люди не спрашивают куда деваются наши деньги люди молчат молчат за тем чтобы в 60 лет а теперь в 65 начать получать свои жалкие подачки между тем тем как работницы и работники пенсионного фонда ходят в роскошных шубах строят себе дворцы посмотрите на эти гребаные пенсионные фонды в вашем городе наверняка это дворец на фоне обрушающихся фасадов домов жилых всего вот этого мрака трэша беспредела там дворец замечательно но они проворовались настолько предыдущий глава пенсионного фонда улетел куда-то там на средиземноморское побережье став олигархом а новый вот с зияющими дырами расхлебаться не может и пенсионная реформа не помогает поэтому они делают слияние слияние знаете а я много пил для много алкоголя пил потреблял 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 сейчас я не пью уже вот три недели один раз срывался а так в этом году вот почти месяц без алкоголя хочу сказать что мало двух дней чтобы притрезветь чтобы нормально вышел весь алкоголь из организма мне еще одну месяц-два надо просто чтобы начать воспринимать адекватно происходящее вокруг меня вот эту действительность и знаете я хочу сказать что эти крысы совершенно ополоумели очень интересен момент с путиным на пискаревском кладбище когда он пришел вот с этим лицемерным вот омерзительным тошнотворным вот этим видом своим они нам ненавижу он пришел на пискаревской кладбище кладбище зачистили от людей поставили снайперов герои герои фиговый герои и он возложил венок венок после возложения убрали никого не пускали возможно там за оградой стояли и блокадники возможно я не знаю так это или нет хотя это педалирует честно я опираюсь только на проверенную информацию и возможно они были возможно их не было но он она прошла и с одной стороны знаете мне все сильнее и сильнее чувствуется вот пустота звенящая пустота и что нету никакого уже путина понимаете уже довольно давно никакого путина нет соловей известный блогер он сказал что венок после возложения путиным убрали потому что они боятся оккультных ритуалов при при всем моем там интересе к господину соловью и он конечно человек непростой со связями он не сам по себе человек он ангажированный и то чем он сейчас занимается это называется микширование реальности или загаживание мозгов обывателям потому что подарки верховных лиц государств разных их просто так вообще никому не оставляют не раздают даже предметы которые они трогают делается этот не только в оккультных целях это охранные мероприятия президент сша если он где-то там на баскетбольном мяче распишется школу какую посидит посетит этот мяч будет за стеклом забронированным стоять он как бы вот сделал это вышел в народ но это под охраной куда больше меня интересует почему телохранители путина на прошлогоднем саммите в париже тогда он еще выходил к людям птички почему они с термосом пошли за ним в уборную и очевидно что собрали там его дефекации его испражнения вот эту гниль его собрали вот это дунду нога и вот это вот зачем тоже от колдунов вуду мать так их за ногу а тоже соловей нет это делается чтобы избежать процедуры распознавания по днк по дезоксерибонуклеиновой кислоте вот и все и знаете у нас не один лжедмитрий похоже а штук шесть недаром они памятник минину и пожарскому сняли недавно с красной площади увезли на реставрацию выбрали момент крысы трепещут крысы своими шелудивыми хвостами бьют во все стороны они проворовались дико и хочу вам сказать что когда мне говорят про опг кооператив озера я реально плевать хочу не не в этот девственно чистый снег да они в этот почему я хочу плевать потому что никакая банд группировка не потянет такую сложнейшую спецоперацию по захвату и контролю целой гигантской когда-то самой большой в мире страны почему когда-то они родину нашу по кускам раздают распродают распихивают все долги всем странам простили всем поганому мы этим мазамбиком каким-то фигиком всем вьетнаму всем все простили откуда такой аттракцион неслыханной щедрости об этом стоит задуматься далее важнейшая деталь подсчитывали независимые эксперты где теперь эти эксперты что более трех с половиной триллионов долларов сша было выведено из рф за время правления нелицеприятнейшего и все бармалеи такие не очень далекого ума деятели стали гадать вот так как он распорядиться с такими деньгами теперь давайте подумаем что деньги надо контролировать чтобы они были твоими три с половиной триллиона не могут храниться в одной кубышке эти деньги разбросаны по всему свету эти деньги не контролируются никем с эрофистанской стороны мы колония из нас высасывают деньги вот таким ресурс и все вот таким вот сложным хитрым поганым способом взяли всех самых сильных прикормили обрили одели форму погоны ксиву далее и трудись как хочешь грабь население продолжай и понимаете вот так выходит что силовики становятся сопричастны к оккупации вот так вот силовики и не надо теперь себе друг другу лить в уши про патриотизм какие вы герои давай за жизнь давай брат до конца сейчас вырвет просто нас ограбили невероятно мощно самое крутое ограбление в истории человечества а вы же потворствуете грабителям страна в глубокой звенящей нищете дмитрий медведев издеваясь говорит что главная проблема это не что он и его поганый режим ввергли народу эту нищету поганую нас половина страны ходят в такие нужники понимаете а у одной твари ершик золотой прости господи меня грешного знаете и вот очень легко взять и демонизировать путина путин есть путин плохой путин такой путин сякой он на каблучках по тайны ходит путин есть путин есть путин есть путин ботокс вот что они внушают нам путин есть путин есть путин есть он плохой он ботоксом пользуется он жену бросил он плохой у него потайные каблучки и эрго комплекс нет я вовсе не по его внешности и его это а по поводу его поганых комплексов рост человека не имеет для меня значения его физические данные а вот то что у него внутри и его дела которые он потом с этим нутром делает имеет и это хитрая многоуровневая сложная продуманная операция по и делается это через телевидение через эту поганую останкинскую гу через все это ублюдство три с половиной триллиона долларов ни один человек не в состоянии владеть этой суммой не реально физически эти деньги уже находятся давно они рассасываются по другим нас иностранным этим государством понимаете я не хочу педалировать национальную ненависть просто я никак не могу понять как государство живущие в пустыне несколько миллионов человек не имея ни газа не нефти не воды питьевой нифига живет и процветает а мы в самый богатый богатый большой пока еще стране мира вот у нас вода пресная вот вода 70 процентов мировых запасов пресной воды у нас только нее загаживают а мы в оглушительной звенящей нищете подумайте об этом дорогие друзья лжедмитриев у нас много родина у нас одна вот такие дела подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии поддержите мой труд данные на описание видео подскажет вам как и там же друзья вы найдете ссылку на мой второй канал обязательно подпишитесь я еще сказочку сейчас прочитаю и там ссылка на канал владимира залищика тоже подписывайтесь ситуация беспрецедентная сложилась разделена страна на сектора те кто дальше от центра тем хуже одновременно с этим идет мощное 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 разобщение одновременно с этим они начали вакцинировать подростков от ограбленных людей но детей ограбленных людей начали вакцинировать полупринудительно это идет по всей стране в разных уголках так или иначе и словом преступления это уже никак не охарактеризовать это слишком мягко сказано такие дела и несмотря на такой безмятежность и спокойствие и тишину подумайте о том что происходит и если это не опг тогда это называется другими словами оккупация захват геноцид массовое уничтожение и тогда это не грабеж а высасывание ресурсов оккупационное высасывание ресурсов посмотрите на колонизованную индию почитайте история к историю как с ней обходилась великобритания невероятное число схожестей вы найдете они сейчас законодательно запрещают сравнивать третий рейх и советский союз а давайте сравним третий рейх и великобританию а доброго дня